Итак, всем привет, с вами ДВГ. Продолжаем мы игра за Чейнджлингов. В прошлой серии мы начали успешную войну против Кестрии и к ней уже успели... Ну-ка дайте мне нормальную карту. Не дают, да? К ней уже успели присоединиться Сталинград. Получается, у Сталинграда была Новая Грифония и Пинголэнд тоже. Теперь меня атакуют еще и на севере. Более того, я обнаружил, что у Сталинграда здесь флот. На самом деле маленький, слабый, но тем не менее флот имеется. И кроме того, они под лодками рейтят наши конвои тут вот, которые привозят перепасы сюда, нашим войскам вот здесь. Ну, почти что наши, а на самом деле не нашим. Тем не менее, стоит мне на это, я думаю, наш флот переназначить на север. Да? Я бы только единственное, я, наверное, под лодки бы здесь оставил. Вот таким вот образом, да? Пускай они продолжают охотиться. Охотятся. А мы вот этот флот пост убираем отсюда. И направляем его вот сюда. Пожалуй. Они же сейчас поедут? Да, прекрасно. И после этого будут они у нас заниматься патрулированием. И будем мы стараться уничтожить вот этот вот флот, который, видите, топит корабли наших бедных медведей. Медведей только эсминцы есть. Нам нужны эсминцы, в принципе, против этих подлодок, так что надо их прикрыть. Вот здесь мы тоже сейчас взяли паузу. Немножко я реорганизую наши подразделения, как вы можете видеть. Как обычно, стратегическая передислокация работает вообще не так, как хотелось бы. Тем не менее. Дивизия сейчас реорганизуется. Смотрите, что у нас будет. А на севере вот этот вот генерал с ягерами продолжит просто идти в до Кристального города. Я думаю, с ним Кристальная империя сдастся. Этот генерал будет просто не спеша двигаться на восток, чтобы поддерживать вот это наступление. Здесь у нас мы постараемся вот это вот ликвидировать. Сделать здесь окружение. Сюда вот уже подъезжают легкие танки. Они пойдут вот в это ущелье, я так сказать. И все вот эти войска останутся без снабжения и будут окружены. Здесь у нас тоже сейчас реорганизуются немножко войска. Подготовят планирование и продолжат давить запада. Чтобы здесь уже встретиться с основной группировкой. И когда мы подобрежем их здесь, можем начать наступление этой армии, чтобы ликвидировать. Ну и вот это просто идет на контролот потихоньку армия. Думаю, с этим все нормально. Единственное, я сейчас еще думаю, куда мне мои средние танки закинуть. Скорее всего, скорее всего, я отправлю их на восток сейчас вот сюда. Чтобы идти уже на Майнхэттен. И еще жестче разрезать силы Эквестрии от Северных Сил. Здесь же наши войска почти прибыли. Тоже сейчас позиции займут. Кстати говоря, вот эти дивизии как будто будут окружены сейчас. И потихоньку мы либо будем держать оборону, либо наступать посмотрим. Тут я бы не очень хотел наступать в этих ужасных климатах. Проще с юга захватить. В любом случае, поехали. Забавно, пока я реорганизовываюсь, они решили на востоке нас атаковать. Но не очень успешно. Только на севере самом, где у нас войска не так плотно стоят. Только здесь у них есть какие-то микро-успехи. Но опять же, микро-успехи. Потому что на самом деле здесь наши дивизии тоже прекрасно себя чувствуют. Их просто намного больше атакуют одновременно. Поэтому пишется, что они... Господи, какие у них дивизии слабые. У них 13 дивизий в 200 ширины. Но при этом их реально много. Надо понимать, и стоит не сильно задерживаться с наступлением. Поэтому давайте-ка наши реорганизованные войска уже потихоньку пойдут наступления. Чтобы не слишком тормозить. И конечно же обязательно танковые войска. И у нас здесь были еще две пехотные дивизии. Ну я не думаю, что нам... А вот сюда вот их можно. Вполне себе вправить. И вот у нас зеленые. Много где? На севере опять же. Сложная ситуация, я бы сказал. С авиацией тоже сложная ситуация. Потому что аэродромов просто не хватает. И это проблема, конечно же. Но вы видите. Я подстраиваю здесь аэродромы. Вроде потихоньку должно стать лучше. Так же, ну очень потихоньку. Получилось здесь еще одно окружение. Прекрасное. Окружений очень много. Получается, потери у них огромные. Как говоря, у нас пока со снабжением все хорошо. По логистике, по крайней мере. Здесь, видите, периодически что-то выключает. Остается похуже. Но мы продвигаемся и становится опять получше. У нас пока главное, что нету красных припасов. На севере наш флот уже прибыл. Теперь может начинать участвовать в сражениях с флотом как раз-таки Сталинграда. Вот первая битва. Он прикрывает наши эсминцы. Ну, эсминцы медведи, в принципе. Они наши союзники, так что почти что наши. И обращает флот в бегство. Но сейчас, кстати говоря, ему неплохой урон. Постепенно они туда выбиваются. Ну, кстати говоря, отправили добровольцев на берег рифонов. Теперь мы там с флотом разберемся. Здесь у нас окружение готово. Давайте-ка займемся в ликвидации. Тогда генерал может... Ну-ка давайте его немножко подправим. Вот так. И давай. Не спеша. Планомерно, равномерно. Будут они сейчас продвигаться. И вот это вот. Новая группировка из трехдивизии. Пускай поедет в следующий порт. Я только думаю, куда бы нам поехать. Можно на самом деле прямо в Лас-Пегасус высадиться. И оттуда на север, вот сюда. Либо на восток. Либо и туда, и туда. Тоже еще оборвать снабжение. В принципе, пригодится. Хотя здесь я и так вижу со снабжения какие-то проблемы. Просто везде у них. Ну, давайте вот так. Авиация у нас очень активно работает. Новые аэродромы здесь готовы. Мы чуть-чуть их подкачаем. Только сначала железнодороги здесь... Где-то вообще... Это где-то... О, шпионы постановят в эквестрии. Ну, кое-что они дают. Плюс расход припасов, минус политка и минус стабильность. На самом деле, приятно для нас. Особенно расход припасов. Так что нормально. И нам в теорете может открыться новое... Ну, знаешь, во-первых, агента мы потеряли? Вау, я думал, чейджерки никогда не попадаются. Ну, допустим, да? Вот, план продолжительной войны мы сейчас сделаем. И потом можем попробовать проиграть на важные посты. И получим себе новую операцию. Кстати говоря, на севере мы тут отопили очередную часть флота Сталинграда. Ничего неожиданного. Все достаточно просто. Так, давайте-ка мы это... Делаем уже нормальный здесь фронт. Мне очень не нравится, что это так. И мы тут еще накачиваем уже новые доктрины современные. Соделать наш флот просто непобедимым. Хотя он и так уже, ну, очень силен на самом деле. И смотрите-ка, мы здесь раз вышли сюда. К этим новым границам можно попробовать еще один удар нанести вот сюда. Обрезав запад уже от центра. Здесь мы тоже потихоньку, кстати говоря, пушим. Но реально очень не спеша. Нужно сначала вот это ликвидировать, освободить себе целую армию. И с ликвидацией вот этих сил можем мы начинать наступление на контрлот. А вот эта армия, я думаю, пойдет сейчас вот сюда. Пожалуй, будет отсюда уже давить просто в сторону востока. Во время как... Вот эта армия сейчас пойдет на юг. И вот наши танки здесь подпрорывались. Неплохо так. В то время как здесь наша армия под контрлотом уже. И у вас пегас спал на это на западе, да? А здесь мы уже вот-вот к нему войдем. Ну-ка. Там, видите, снаряжения нету. Мэн Пауэр у них, кстати говоря, пришлось перейти уже на обязательную службу. Потому что у меня все-таки полтора миллиона в армии напрямую, да? Здесь хоть не такие уж и большие потери, все еще они есть. Мы их чувствуем. У них, да, потери вообще громадные. Но у них и Мэн Пауэра намного больше. Видите, у них еще 600 тысяч в запасе. Хотя у них только расширенный призыв. Но скоро это все закончится. Потому что мы уже половину Эквестрии почти что захватили. Планки уже пойдут на Сталинград. И потихоньку мы вот это вот... Такое окружение формировать. И добив Сталинград, добьем потом Кристальной Пере. Возможно, и здесь попробуем пробиться. Но здесь наших сил просто меньше. У них главная задача просто держаться, пока здесь мы идем на восток. И вот оно. Контролад упал. Дошли до нас серьезные новости. Что их мы оттуда выбили. Отлично. Проломили магический щит артиллерии. Добленно сражались, но проиграли. Отлично. Продолжаем наше наступление. Эквестрия уже наполовину близка к капитуляции. И вот, наконец-таки, ход Сталинграда плюс-минус здесь вот разбит. Я думаю, теперь можно отводить свою армаду обратно. Перед этим пускай они только починятся, конечно же. И затем уже поедут обратно на юг. Помогать здесь. Нам все-таки было бы неплохо вот здесь какие-то подлодки иметь, чтобы перехватывать здесь торговлю. Потому что морские пути как раз таки идут основные вот здесь вот. Сюда они периодически ходят. И вот эти острова. И начинаем потихоньку наступать на севере. Пока что руками. А там можем и автоплан один-другой нажать. Сделали мы план продолжительной войны. Давайте попробуем вот это сделать. Ну, я не знаю. Мы, наверное, даже не успеем. Потому что у нас будет еще и шпионскую операцию. Тоже там будет где-то дней сто. Я думаю, за две сетей мы, в принципе, закончим все. Закончим эту войну. Мы все план приняли, да? Теперь у нас ТНП-0. Объем производства больше. Постройка быстрее. Все, в общем-то, очень круто. Давайте подумаем, что мы пока что сделаем. И я бы, наверное, просто дошел вот здесь вот до исследований по-простому. И вот наши войска успешно соправляются со своей задачей. Мы сейчас здесь вот организуем окружение. Здесь уже получилось небольшое. Почти что само собой. И мы сейчас потихоньку будем закрывать вот это. Тоже у них опять нет стомжения. Они очень много теряют своего снаряжения. Но мы параллельно теряем очень много мэнпавера. Мы, конечно, мобилизируемся, но это очень неприятно. Здесь опять окружение. Это приятно. Итак, вот эта пехотная армия сейчас пойдет сюда на юг, чтобы сдерживать в основном, а возможно и атаковать. В то направлении танковая же армия как было запланировано будет продолжать давить к Сталинграду. Сталинград, скорее всего, капитулирует до Эквестрии. И теперь уже можем здесь полноценным батлпланом наступать. И Эквестрия в руинах. Все уж точно, больше половины Эквестрии оккупировано. Наш флот, вот этот вот, ну-ка, где он? Наша армада дочинилась. Нет еще, нет, господи. Да, очень долго она чинится, но здесь очень много кораблей повреждено. Они очень долго воевали. Сначала на юге, потом на севере. Кстати говоря, смотрите, как он прокачался. Давайте ему перков назначим. И вот он, в принципе, почти готов. Единственное, я хотел бы себе прокачать капитана крейсера. Здесь можно эсминца качнуть, это было бы полезно на самом деле, да? Но я думаю, все-таки крейсер поважнее, так что подсейвим. Но если вдруг когда-то нам пригодится прямо воевать, то возьмем ему еще эсминца. Он у нас просто теперь, ну, гигачат-адмирал. Только, к сожалению, так ему не накачалось, к сожалению. Да, были шансы, но не накачались. Почему-то обычно очень жестко прокачивается. Да, у него, конечно, качнулась, тут видите, оборона, координация, универенность, но это все такое. Самая сильная, конечно же, атака урона не так качнулся, как хотелось бы. И уже вряд ли докачается. Потому что, ну, у нас только два лавала осталось. Вот и оно, в падении Кристального Города была долгая борьба. Переселил столицу почти все население. Жесть. Невероятно. Ну, все, мы подавили. Любое сопротивление, я думаю, да, вот-вот уже она и капитулирует. И за ней будет Эквестрия. Недалеко. Вот еще видите, какие-то войска Сталинграда остались. Ну, уже совсем немножко. Давайте-ка сделаем здесь сразу приказ. Все пускай идут туда каким-то образом. Только вот эти вот пускай войска пойдут и ликвидируют последнее сопротивление. И все. Да, три миллиона потери Эквестрии. Очень жестокая война, но это только начало. Это только начало, ребята. У нас еще вот столько всего предстоит на будущее. А вот мы деремся за Сталинград. как наши танки. И вот он. Отлично. Мы схватили их столицу. Дворец Советов. И вопрос времени. Да, согласен. Это уже конец. Забиваемые. Эти вот войска успели пройти обратно к Кристальному городу. Но мы их заметили и ликвидировали. Сейчас окружение будет ликвидировано. И Сталинград. Кстати говоря, все еще иметь шансы пасть чуть позже Эквестрии, потому что Эквестрии еще надо дооккупировать. Ха-ха, смотрите на это. Бардия решил воспользоваться моментом, видя, что Эквестрия уже пала. И напала на их союзника, на новый Мэриленд. Ну да. Это, кстати говоря, нам вряд ли на что-то повлияет, потому что все равно нам нужно капитулировать только вот эти страны, да, великие. Если говоря, но в Грифоне не была великой, буквально только что стала, видимо. Так что не сильно это повлияет, но, конечно же, забавно и приятно. И вот, смотрите-ка, Эквестрия все задалась. Мы схватили Майнхэттен и Балтимейр. Последний бой Эквестрия. Так и есть, так и есть. И Майнхэттен. Война продолжается. Нет, уже не продолжается, кстати говоря. Смотрите, здесь какие-то есть еще непонятные войска, надо их подобивать, тоже будет обязательно. И вот она, Эквестрия полностью капитулирует. Махемира и процветания. Да, так и есть. И нам бы протектораты сделать вот я вижу кристальный под контролем. Ну, как бы мы вроде все контролируем, но видимо мы должны быть в мире что ли. посмотрим сейчас. Осталось немножко Сталинград буквально. Да ладно. Вот это вот стало великой державой. Ну, мы сейчас с этим разберемся, я думаю. Достаточно быстро и без шума. 12 миллионов стран будет эмбарго. Ну, пускай. Какой-то говоря, новая вот эта фича и страны здесь использовать. Это приятно видеть. Пускай вводит что угодно, мы уже победили. А, смотрите-ка, мы можем провозгласить великую чейнджлингию, господи. На русском это звучит смешнее. И надо нажимать на прирост на середине, я думаю, потому что мэнпауэра, конечно, немножко не хватает. Безумное количество военных заводов мы в итоге получили. Даже я не уверен, куда мне их всех девать. Как-то так, наверное, распределим. Давайте даже, может, вот так и можно уже, как видите, на новые магические винтовки перейти. Пока что мы пользовались старыми. Но сейчас мы в плюсе, и у нас намного большого военных заводов, пускай уже на новые обучаются. Надо добить Сталинград срочно. А здесь падает Сенсет. Понимаю, это была их столица, как будто бы, или что? И Венбарди, да, захватила их. Молодцы Венбарди. Но это не значит, что вы в будущем спасетесь от нас, если мы решим высаживаться на ваш континент. А вот и все, капитуляция произошла. И давайте займемся разделением мира. кстати говоря, не можем Мэрланд взять. Ну, ладно. И вот так вот мы миримся. Ну-ка, здесь еще кто-то может попробовать у нас забрать, но нет. Мы забираем все себе, а северные регионы, а именно Новую Грифонию и так, сундочку, и пингвинов мы оставляем на наш северный протекторат. И вот он, конец Великой Войны. Наконец-таки все закончилось. Квестерия пала, они были сокрушены, теперь у нас, видите, пошли повстанческие движения. И значит у нас начинается абсолютно новый геймплей. Будем мы теперь бороться как безумные с повстанцами. И чтобы это себе упростить, а борьба будет реально сложная, нужно создавать протектораты. почему я не могу создать королевскую кристальную империю? Блин, любопытно. Давайте вот этих ребят еще до захватим, чтобы полностью контролировать весь континент. И после этого мы точно будем полноценными гегемонами этого континента. И вот она, эпоха Пакс Гризалия. Теперь нужно будет ее удержать под контролем. И что же нам делать? Нам наверное... Ладно, давайте закончим уже это с фокусом. Все-таки то время потратили, темп исследования нам это даст. Но после этого надо срочно идти будет вот сюда и выкачивать отношения. Нам еще немножко поможет то, что у нас в секвестре есть такой вот уровень подчинения. Нет, на самом деле давайте не будем ждать. Нам нужно срочно разбираться с этим, потому что видите здесь дебафы на самом деле супер жесткие. 40% сопротивления это очень много цель сопротивления. и других вот по 40 тоже очень жестко. Мы будем терять много мэнпауэра на гарнизонах. Вот можно демобилизовать, пускай они отправляются на ремонт и отдыхают. Здесь тоже мы сюда переводим на конвои. Все у нас пускай верфи на ремонт. Все отдыхают. Эту армию мы вернем вот сюда, пожалуй. Пускай они возвращаются домой нигде. Там просто много где они могут гореть. Танки у нас возвращаются туда же. Эти войска довольны собой. Пускай в принципе остаются на позиции. это у нас так сказать что-то вроде отрядов как СС в Германии можно сказать. Исты из подчиненных народов набранные добровольцы практически. И да, вроде всех отвели. Отлично. Теперь можем сделать нормальный план атаки на последнюю страну и после этого полностью заниматься уже станциями. И вот наши войска возвращаются из долгой и ужасной напряженной компании. Авиацию нашу тоже можно. Авиация не тратит ничего, так что пускай отдыхают на новых территориях. Вот с этим надо будет конечно разобраться. Все еще работает план продолжительной войны и наверное стоит уже его убрать я думаю и закончить с военной постройкой военных заводов. Так что да может у нас сейчас будет много чего здесь сломаться пускай все ремонтируется ну да и план можно остановить уже время тут империя грифонов достигает своего пика она видите уже слихнулась в битве с аквилийской республикой и битва равная хотя империя грифонов много больше армия но по промышленности выглядят очень равными посмотрим что там будет вот он контрлодский парад победы отлично поехали королевская проблема ага инфраструктура на ресурсах я думаю пока что и вот но готово пакс кризали давайте сейчас будем сразу думать куда нам нужно будет идти пока что случается аппарат трещина да тут конечно же против нас сопротивляется но это ненадолго и тут мы будем сейчас идти по фокусам сопротивления в первую очередь комиссариат и пожалуй уйдем потом попробуем куда-нибудь сюда идти здесь тоже полезные вещи в первую очередь наверное нам стоит комиссариата взять ну да давайте поехали и вот этот винтик прекрасный централизируем управление в башне великой королевы окей и идем в комиссариаты и мы сейчас будем делать наш гарнизон хорошим смотри сделаем сначала вот так и затем еще по-моему добавляем роты шпионов потому что он тоже будет снижать да верно все правильно до послачения больше на 70 тысяч мэнпавера и 7000 пехотного снаряжения того стоит вот мы сотку сэкономили отлично и плюс гарнизон теперь будут тратиться наше пехотное снаряжение которое нам в армии уже не нужно играть игра лаг так протекторат создаем остальные давайте создаем все что можно создать протекторатом мы все создаем на юге тоже у нас терапротекторат есть которые будут теперь бороться я не помню мне кажется с ивентами что ли в мейнхэттене тут очевидно есть вообще фокусы да так что мы что-то полезно здесь фокусов нету там есть пионеры господи забавно это все видеть настроение без коммунизма местного да ну вот пускай качаются самое главное что нам теперь не надо сюда тратить свои ресурсы потому что видите потихоньку потихоньку течение сейчас будет спадать и потом начнется рост сопротивления ну пока у нас военное положение вряд ли но дальше вполне себе вот у нас появился новый закон оригинальный комиссариат дает плюс подчинение но скорее всего сейчас его будет сложно использовать да давайте попробуем просто на эквестрии его отлично и слушайте нет а ну да вот вот оно собственно говоря рост рост сразу идет но здесь еще и подчинение должно расти да так что в принципе давайте попробуем если вдруг станет все слишком плохо топ всегда можно поменять мы сейчас пойдем вот сюда потому что это еще даст нам все вот бафы так понимаю хотя давайте нет давайте пройдем вот сюда чтобы сразу получить этот неплохой баф без каких-то еще приколов на востоке тут жуткие войны грифоны воюют здесь с единой боится квелей а дальше там келки выпустил чуму против речной федерации ужас кстати говоря венбарде тоже объединилась на востоке очень такие хорошие плотненькие страны мне это радует и вот нас война готова давайте уже закончим консолидацию нашего региона а яйца видимо надо сделать вот так отлично и пропустили сражения кеком ну да конец сначала для реальности рассвет золотого века отлично ослабляюще да да непростым нет ну все будет простым мы спокойно все интегрируем и будем процветать и вот мы создаем комитет коллаборационистов они бесполезные ну есть такое так вот это вот нам наверное пока что не сильно интересно да давайте куда-то дальше пройдем вот сюда наверное да еще просто подчинение хотя не уверен в этом но бы побыстрее с сопротивлением окончить что это такое страшное это тоже наверное пока что не нужно это что-то более военные потереть скорость роста сопротивления это выглядит неплохо но давайте давайте вот сюда сначала будем сначала коллаборационистов поднимать и вот и вот я упал а за ним и вся эта страна господи а можно я ее интегрирую просто я здесь один воевал теперь вся эта страна тоже подчиняется нам и вместе с этой страной мы так можно сказать говоря вот протектора дать сделать отлично давайте займемся в реальной блин и як или як господи давайте яков пожалуй поверим в яков можем еще сделать так понимаю давайте реформируем докторат логрис можем еще и яков сделать ну нет нет давайте давайте яки так яки и смотрите к незаконной граффити но я думаю надо быть снисходительным что в теории тогда вот здесь вот у меня откроется этот фокус да поэтому давайте туда пойдем и вот мы сформировали полностью наши протектораты разделили их тут контроль наш над экономикой здесь сделали ремель стал командовать кристальным протекторатом и с этого момента мы начинаем наше купание по объединению всех этих земель интеграции точнее скорее будем бороться с сопротивлением чтобы все пони признали нашу власть не ожидал что я так это скажу собственно говоря но это все следующие серии а с вами был подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии все как обычно до скорых встреч пока